Курская битва К вечному огню на площади славы возложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, члены ветеранских организаций «Юнормейцы». Перед возложением к жителям региона обратились с приветственным словом от лица губернатора Дмитрия Азарова, в котором он подчеркнул, что битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. Среди героев Курской битвы было немало наших земляков. Они завоевали нам свободу, научили верить в себя, преданно любить Родину. 5 июля 1943 года началось это сражение. В этот день, сегодня, 23 августа, немцы были разгромлены на Курской дуге. Да, мы потеряли, большой ценой досталась эта победа на Курской битве. Более 800 тысяч наших солдат и офицеров легли на полях этого сражения. Но это был переломный период. Курская битва положила начало коренному перелому Великой Отечественной войне. После Курской битвы Красная и Советская армия больше не отступала и не вела оборонительные бои, за исключением в 1945 году на озере Болотон. Но это была уже фронтовая только операция. Мне очень приятно, как ветерану, можно сказать, тоже двух войн, видеть, что вся наша страна тоже от мала до велика вся объединилась. Дети не могут ничего делать, они пишут письма. Пишут письма, желают нашим воинам здоровья, счастья, чтобы они, самое главное, вернулись живым. Что с одной, что с другой стороны, как говорится, принимали участие больше тысячи танков. И наши войска, наши советские солдаты, они разбили эту фашистскую нечисть. И вот эти все памятные даты, которые у нас сейчас в России есть, мы ни в коем случае не должны забывать. В память о событиях легендарного сражения на Курской дуге в Самаре на площади Славы начал работу выставочный фотопроект, реализованный при поддержке правительства Самарской области. Через исторические факты, документальные свидетельства и фотохронику того времени жители-гости губернии узнают об основных этапах и событиях Курской битвы. Особое внимание выставочной экспозиции уделено вкладу промышленности и жителей Куйбышевской области в победу нашей армии на Курской дуге. От производимых в Куйбышеве легендарных штурмовиков Ил-2, которые наводили ужас на вражеских танкистов, до подвигов героев-куйбышевцев, навсегда вписавших золотыми буквами родную губернию в историю Великой Победы. Ольга Кручкова с дочерью приехала в Самару из Москвы. Говорит, здесь жили родители и даже сейчас, когда их нет, женщины ежегодно приезжают, чтобы увидеть Волгу. А сегодня пришли на площадь Славы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Мы приехали сюда на отдых и очень рады, что мы попали на такое мероприятие, что так почитают местные жители и так хорошо оформили не только обелиск возложения, но и именно эту аллею. Мы подошли посмотреть, почитать, вспомнить благодарность тем, кто воевал, кто заслужил нашу победу. В рамках фото-выставки представлен рассказ о боевом пути и послевоенной судьбе 16 наших земляков, героических участников Курской битвы, чьи ратные подвиги и самоотверженный труд в послевоенное время наиболее наглядно олицетворяют непоколебимый дух и силу характера жителей родной губернии и всех волжан. Также в основу выставки легли материалы известного проекта генерала Земли Самарской, увековечившего память о советских военно-начальниках, чьи биографии связаны с нашей губернией. Выставка продлится до 30 сентября.